И долго еще определено мне чудной властью Идти об руку с моими странными героями, Озирать всю громадно несущуюся жизнь, Озирать ее сквозь видный миру смех И незримые, неведомые ему слезы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это было тогда, когда в России царствовал Николай I, Когда помещики владели телами и душами людей, Называя их крепостные души, Когда раз в 5-10 лет составлялись ревизские сказки, То есть списки крестьян. Это было давно. Но оглянемся на все стороны света. Это точно ли они исчезли, герои поэмы, Страницы которой сейчас оживут перед вами? Колесской советник Павел Иванович Чичиков По своим надобностям. Поверьте, девушке не должно Совсем и откровенной быть Влюбиться ей положим можно, Но как об этом говорить, Но как об этом говорить... К вашему превосходительству, Калежский советник Павел Иванович Чичиков. Павел Иванович Чичиков? Идай фрак. Поверьте, девушка не должна Совсем и откровенной быть Влюбиться ей положим можно, ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Вы где служили? Поприще службы моей ваше превосходительство началось в казенной палате. Дальнейшее течение он продолжал в разных местах. Был в комиссии построения... Построения чего? Храма Христа Спасителя, матки вашей происходящей. Вообще я незначущий честь мира сего. Терпением по виду, терпением спеленных и самыми... Олицетворение терпения. А что было от врагов по службе, покушавшихся на самую жизнь, так это, Ваше предстоит, ни слова, ни краски, ни самая кисть передать не могут. Жизнь мою можно уподобить как бы судну среди волн. Судну? Судну, Ваше предстоит. Жужутка! В какие места, извольте, ехать? И вот я потому, Ваше превосходительство, что на склоне жизни ищу уголка, где бы провести остаток дней. Ну, остаток остатком, но и видеть свет и коловращение людей. Коловращение? Коловращение Ваше превосходительство есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука. А, правда, правда. В губернии Ваше превосходительство въезжаешь как в рай. А это почему же это? Дороги везде бархатные. Правительство, назначающее мудрых сановников, достойно большой похвалы. Не смей задерживать своим присутствием, Ваше превосходительство. Любезнейший Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович, покорничь, прошу, сегодня пожаловать ко мне на домашнюю вечеринку. Почту за особую честь, Ваше превосходительство. Честь моей планицы. Честь моей планицы, честь моей планицы. Ваше превосходительство, скажите, кто это так искусно вышел эту каемку? Это я. Ушиваю кишленку. Скажите. Честь себе планица, Ваше превосходительство. Благонамеренный человек. Пошел тамбовский мужик. Пошла старая попадья. А я ее, Ваше превосходительство. Бусам. Я ваше превосходительство. Павел Иванович. Павел Иванович, весьма, весьма рад. Здоровье Ваше превосходительство. Поясница немного побаливает. Это пройдет, но это нечего смотреть Ваше превосходительство. Душенька, позвольте мне представить. Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович, позвольте вам представить. Наш прокурор, Антипатр Захарович. Чичиков. Наш почмейстер, Иван Андреевич. Чичиков Павел Иванович. Председатель здешней палаты, Иван Григорьевич. Наш полицмейстер, Алексей Иванович. Алексей Иванович, весьма рад. Павел Иванович, как вам понравилось наше общество? Ваше превосходительство, это не губерния. Это сам Париж. А скажите, Ваше превосходительство, значительные помещики есть в губернии? Да, разумеется. Приятно было познакомиться. Вот, Павел Иванович, позвольте вам, здешний помещик Манилов. Павел Иванович Чичиков. Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович. Ваше превосходительство. Карточки. Павел Иванович. Павел Иванович. Прошу вас. Павел Иванович, а как вы нашли нашего губернатора? Не правда ли, что он предпочтеннейший человек? Да, свершайшая правда. Препочтеннейший человек. И какой искусник! Он мне показывал своей работой кошелек! Редкая дама может так искусно выжить. Ну, позвольте. А как вам показался наш пулицместер? Не правда ли, что очень приятный человек? Чрезвычайно приятный. И какой умный. Очень, очень начитанный человек. А прокурор, не правда ли, что очень милый человек? Очень достойный человек. Ну ладно, не вред. Скажите, вы всегда в деревне проводите время? Больше в деревне. Нет ничего приятнее, как жить в уединении. Наслаждаться зрелищем природы... Павел Иванович, убедительно прошу сделать честь своим приездом ко мне в деревню. Не только с большой охотой, но почти за священнейший дом. Душенька, разди, Душенька, свой ротик. Я положу тебе этот кусочек. Павел Иванович, позвольте вам представить, это моя жена. Чичка. Лизонька. Лизонька, это Павел Иванович. Павел Иванович, Павел Иванович, Павел Иванович. Павел Иванович, это всего только 15 верст от городской заставы. Деревня Маниловка. Павел Иванович, деревня Маниловка. Почту за священнейший дом. Маниловка. 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 Павел Иванович, фотош с городов 81 ябл Павел Иванович. Павел Иванович, из-за чего, ν можу. Мы не хотим туда, чтобы мы ее алеанее. Да, варвар. Как варвар? Как варвар. Первый разбойник в мире. Что, губернатор-разбойник? Никогда бы не подумал. Наоборот, мягкости в нем много. Кошельки вышиваете своими руками. Ласковое выражение лица. Да, лицо ласковое. Разбойничье. Дайте ему нож и выпустите его на большую дорогу. Вот он вам там вышит кошелечек. Он вас за копейку зарежет. Он да еще полицмейстер. Это Гога и Магога. Это секта мошенников. Весь город такой, я их все знаю. Мошенник на мошеннике сидит, да еще мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один только и есть порядочный человек. Я прокурор. Но ежели правду говорить, свинья. Ко мне прошу. А это секта. Здрасте, господа. Здрасте, господа. Здрасте, господа. Зять мой помежует. Ну, господа, поздравьте. Продулся в пух. Верите, никогда в жизни так не продувался. Я не только убухал четырех рысакоп, а я все. Я совершенно все спустил. Вам не нет ни цепочки, ни сосок. Ну что цепочка? У тебя один бакенбард меньше другого. Нас трех, познакомься. Папа-папа! Какими же судьбами в наши края! Ну да, я тебя поцелую, душа моя! Кто это? Китиков Павел Иванович. Ну, хорошо, куда я ездил? Ну, а я, обратно, прямо с ярмарки во рту точно эскадрон переночевал. Вот, а познакомься, зять мой Межуев. А мы с ним всю дорогу говорили о тебе. А по мне? Только о тебе говорили. Смотри, если мы по дороге не встретим Шитикова. Как я жалел, что тебя с нами не было. Меня? Тебя. Ваше превосходительство по роли на семерке. Нет, нет, место занято. Занято, занято место. Павел Иванович, пожалуйте. То есть как? Павел Иванович, прошу. Павел Иванович, прошу. Павел Иванович, прошу. Пожалуйста, Павел Иванович. Павел Иванович, прошу вас в мой кабинет. О, нет, сделайте милость. Не беспокойтесь также меня. Я пройду после. Извините, Павел Иванович, не допущу пройти позади себя такому образованному человеку. Ну почему же образованным? Павел Иванович, извольте проходить вы. Ну отчего же? Ну да уж от того. Павел Иванович... Почтеннейший друг, мне необходимо поговорить с вами насчет одного дела. Ну наконец-то вы удостоили нас своим посещением, мы право такое доставили наслаждение, это же майский день, Павел Иванович, именины сердца. Ну что, что вы ни громкого имени, не имея ни ранга заметного? Павел Иванович, вы все имеете, даже еще более, я бы радостью отдал половину своего состояния, для того, чтобы иметь хоть часть тех достоинств, которыми обладаете вы, Павел Иванович. Что, ненужный человек и ничего больше. Павел Иванович, вот мой уголок. Приятная комнатка. Позвольте вас попросить расположиться вот в этих креслах. Нет, нет, позвольте, я сяду здесь. Нет, позвольте мне вам этого не позволить, это кресло у меня ассигновано для гостей, уж вы ради или не ради, но должны сесть. Павел Иванович, позвольте мне вас попотчевать трубочкой. О, нет, нет, благодарю, благодарю, я не курю. Почему? Говорят, трубка сушит. Ну, Павел Иванович, позвольте вам заметить это предупреждение. Курить гораздо здоровее, нежели вот нюхать табак. А как, в самом деле, было бы хорошо жить так вместе под одной кролей или под тенью какого-нибудь вяза, пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться, следить, ну, эдакую какую-нибудь науку, чтобы расшевелить душу. Это дало бы парение бы, эдакое... Это была бы райская жизнь, не райская. Райская, райская. Ну, почтеннейший, позвольте прежде, однако, насчет дела. Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку? Да уж давно, а лучше сказать, я не припомню. Ну, а скажите, с той поры много у вас умерло крестьян? Умерли, умерли, а, собственно, для каких причин вам это нужно? Для каких причин? Да, я понимаю. Я понимаю, вы меня спрашиваете, для каких причин? Причины вот какие. Я бы... Я бы хотел купить крестьян. А как бы, собственно, вы хотели купить крестьян? С землей или просто так, на вывод, то есть без земли? Нет, я не то чтобы совершенно крестьян. А что? Я бы хотел у вас купить... ...мертвых. Вы извините меня, великодушный, я несколько тук на ухом. У меня сейчас послышалось пристранное слово. Нет, 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 я желал бы купить мертвых. И так я желал бы знать, согласны ли вы мне передать, уступить? Нет, Иван Иванович, я не могу постичь. Извините, я не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении. Но, может быть, вот в этом, только что изложенном изъяснении, скрыто иное. Может быть, это вы выразились так для красоты слова? Нет, я разумею предмет таков, как есть. То есть те души, которые точно умерли. Ах! Ну и так, если у вас нет препятствий, то с Богом можно было приступить к совершению купчей крепости. Как? На мертвые души купчей? Ай, нет. Мы напишем, что они живы, как стоят в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать перед законом. Я не имею перед законом. Ага. Господи, может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения? Помилуйте, ничуть. Я не для того говорю, чтобы иметь критическое предосуждение о вас. Но позвольте вам доложить, не будет ли это предприятие, или так, чтобы еще более вернуться, негоция? Так вот, не будет ли это негоция, не соответствующая гражданским постановлениям и дальнейшим видам России? Нет. Напротив, казна получит даже выгоду, потому что получит законные пошлины. Ах, законные? Да. Тогда другое дело, я против этого ничего. Да. Ну, теперь остается условиться в цине. Как? В цине? Неужели вы полагаете, что я буду брать деньги из-за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло в голову такое фантастическое желание, я отдаю их вам безинтересно и копчие уберу на себя. Почтение жидко. Павел, Павел Иванович, я только хотел доказать вам чем-нибудь свое сердечное влечение, магнетизм души, аж такое умершие души, в некотором роде совершеннейшей дрянь. Очень не дрянь, Павел Иванович. Очень не дрянь. Если вы только знали, какую услугу вы оказываете сей, по-видимому, дрянью человеку... Без племени и рода. Нет, действительно, чего я только не претерпел. Так как барька какая среди зверя по хвалу. Хотелось бы купчую совершить поскорее. Вы сделаете подробный реестр их всех поименно. И потом ли совершение купчей крепости вам хорошо бы было самому наведаться в город? Будьте уверены, Павел Иванович, не дули, как через два дня. Вы хотите ехать? Да, мне пора. Нет, оставайтесь. Лизонька, Лизонька, Павел Иванович оставляет нас. Нет, 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 нет. Это потому, что мы надоели Павлу Ивановичу. Здесь вот в сердце прибудет приятность времени, проведенного с вами. Оставайтесь, Павел. Павел Иванович, оставайтесь. 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 Оставайтесь. Держите, лапа! Оброкинешь! Нет, барин, как можно, чтоб я оброкинул! Ишь ты! Им перекинуло! Ты пьян, как сапожный? Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян! Я знаю, это не хорошее дело быть пьяным! С приятелем поговорил, а мне откуда? И закусили вместе! Вот я тебя высеку, тогда будешь знать, как говорить с приятелем! Это, как вашей милости, мой изгодно! Почему и не посечь, если задела на то воля господская? В причине слетевшего колеса Чичиков забрел совсем не туда, куда собирался! Чайку, батюшка! Не дурно, не дурно, матушка! А позвольте узнать фамилию вашу! Я так рассеялся, приехал в ночное время! Коробочка! Как? Коробочка! Калерская секретарьша! А имя отчества? Настасья Петровна! Настасья Петровна! Какое хорошее имя! У меня тетка, родная сестра-матерь тоже Настасья Петровна! Ай, блин, все у вас, матушка, вкусные! А ваше имя как? Я чай, вы заседатель? Нет, нет, матушка, я чай не заседатель! Так, ездим по своим делишкам! Так вы, покупщик, как же жаль, право, что я продала мед купцам! Да как дешево, отец мой! А ты бы тебе, верно, его у меня купил, а? А вот меда-то я бы и не купил! Совсем другого рода, товарец! Послушайте, матушка, у вас умирали христиане? Умирали, батюшка, 18 человек! И все народ такой славный! На все воля Божия, матушка! Уступите их мне! Кого, батюшка? Да вот всех этих, которые вымерли! Я право в толк не возьму! Не ж ты хочешь их откапывать из земли? Помилуйте, матушка! Покупка будет числиться только на бумаге, а души будут прописаны как бы живые! Вы за них подать платите, а я вас избавлю от хлопот, платежа! Да сверх того еще дам вам вот 15 рублей ассигнациями! Теперь ясно? Ну, по рукам! Право, отец мой, никогда мне еще не случалось продавать мертвых! Вот живых тут я уступила протопопу отцу, двух девок, по 100 рублей каждую, очень благодарю! Но разговор-то сейчас не о живых, матушка, а о мертвых, о мертвых! И вот тот меня и останавливает, что они мертвые! А может, ты, отец мой, меня как-нибудь обманываешь, а они того вот как-нибудь больше стоят! Помилуйте, матушка! Да что же они могут стоить? На что они нужны? Это точно, что уж совсем ни на что не нужны! Ну, вот видите, я вам ни за что плачу! Матушка Настасья Петровна, ну скажите, почем вы продали мед? По 12 рублей за пот! О, матушка! Ну, греха немножко наградно шупляли, по 12 рублей не продали! Ну, я и Богу продала! Не продали, не продали! Ну, да извольте, извольте, продали! Так то ведь мед! Вы, может быть, собирали его около года с заботами, со стараниями, с хлопотами, а мертвые души, это дело не от мира сего! Там вы получили за труд, за старание 12 рублей! А с меня берете ни за что! Так, даром! Да и не 12 рублей, а 15! Да и не серебром, а вот все с синими ассигнациями! Право! Мое такое неопытное дело! Вдовья! Лучше я маленько повременю! А вот я понаёте купцы, я к ценам-то и применю! А-а-а! Страм! Страм, матушка! Ну, просто страм! Ну, кто же у вас станет покупать? Ну, какое употребление из них можно сделать? А может, в хозяйстве под случай как-нибудь понадобят? А что и в хозяйстве? Куда меднула? Да на что, матушка? Воробьёв что ли по ночам на огороде пугать? С нами крестные силы! Какие-то страсти, говорит! Да какое же ещё употребление из них можно сделать? Да, впрочем, матушка Настасья Петровна, ведь могилы и кости, это всё вам останется. Ей-богу, ну, товар такой странный, совсем не бывает! Ай, ты чёрт! 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 Не припоминай-то его! Бог с ним! С третьего дни всю ночь снился мне окаянный! Такой гадкой привиделся, а рога длиннее бычачьих! Дивлюсь я, как они вам десятками не снятся! Да проходи вы проводом! Околей вы со всей вашей деревни! Ох, отец мой, какие ты забранки придибаешь! Знай я прежде, что ты такой сердитый, я б тебе не прикосновила! Я сердитый! Я сердитый! Дело выеденного яйца не стоит, а я стану сердиться! Изволь! Я тебе отдам за пятнадцать ассигналов! Чичиков напрасно сердился! Иной и почтенный, и государственный даже человек! А на деле выходит совершенная коробочка! Как зарубил себе что в голову, то уж ничем его не пересилишь! Пожалуйста, подпишите! Бричка готова! Только ты, отец мой, не обидеть меня! Не обижу, не обижу, матушка! Ну, прощайте, матушка Настасья Петровна! Промахнулась! Продала в три дешево! В город надо ехать! Узнать, почем ходят мертвые души! Какая странная, и манящая, и несущая, и чудесная в слове дорога! И как чудна она сама, эта дорога! Сколько родилось мне чудных замыслов, поэтических крест! Сколько перечувствовалось дивных впечатлений! отец. Ворачивай ворона направо! Ах ты, мошенник этот! Ян, ты что ли? А ты вот так расыскался! Владимир Владимирович, в каботе заложим, что ли? Отсаживай нижегородскую вагону! Везде, где бы то ни было в жизни, везде хоть раз встретится на пути человека явления, не похожие на все то, что случалось ему видеть до того лет. Везде, поперек каким бы то ни было печалям, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей деревушки, и долго мужики стоят с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уже пропал из виду дивный экипаж. Если положено этой девушке да предать тысячонок девести приданного... А я прямо с ярмарки. Эх, братец, как покутили, познакомимся с зять мой Межуев. Шампанское было у нас такое, что перед ним губернаторское, просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура. Это значит двойное клико. И веришь, я один в продолжении обеда выпил семнадцать бутылок шампанского. Эээ, нет, брат, семнадцать бутылок ты не выпьешь. Нет, я же как честный человек говорю, ему же я выпил. Эх, брат Шизиков, ну что б тебе стоило приехать? Межуев, смотри, вот судьба свела. Ну что он мне или я ему? Ведь он приехал, бог знает откуда, и я тоже здесь живу. Свин-то за это, скотовода за это. Ну поцелуй меня, душа моя. Смерть люблю тебя. Ты куда едешь? Так, к человечку к одному. Брось с него, поедем ко мне, все покажу. К сожалению, не могу ехать. Есть дело. Ну уж и дело, уж и выдумал. Эх ты, аподельдок Иванович. Скажи только, к кому едешь? Ну, к Собакевичу. Кому? К Собакевичу. Что же тут смешного? Ой, пощади. Просто тресну от смеха. Я не понимаю, что ты нашел смешного. Я ему слово дал. Да ведь ты же жизни рад не будешь, когда он приедет. Ведь это просто шидомор. Ты же столько опешишься, если думаешь, найдешь там бончишку или добрую бутылочку какого-нибудь бонбона. К черту, Собакевича. Едем сейчас ко мне. Нет, брат, нет, брат. Меня ты, пожалуйста, отпусти. Жена будет сердиться. Вздор. Пять сверст всего. Духом домчимся. Ну, пожалуйста. Нет, 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 нет. Ты попробуй. Это бурганьон и шампаньон вместе. Это, вряд ли, мой совершеннейший вкус сливок. Ну, я пойду. Пустики-пустики. Синоду соорудим бончишку. Ай, нет, брат. Не могу. Жена будет в большой претензии. Я должен ей рассказать о ярмарке. Здоровья твою жену, как важны в самом деле. Дело станете делать с женой вместе. Вообрази. Ай, нет, нет, брат, нет, брат. Она, она такая и добрая жена. Уж точно почтенная. Не пущет, не пущет. У услуги оказывает такие, поверишь, слезы на глазах. Не пущет, не пущет, не пущет. Пусть едет, что в нем проку. А пусть едет. Что в нем проку? Вот черт свою, поезжай бабиться с женой. Ух ты, Фитюк. А ты не ругай меня, Фитюков. Я ей жизнь ее обязан. Какая правда добрая, такая ласковая. Спросит, что видел на ярмарке. Юрий, поезжай к ней. Дряка какая. На предпровождении времени держу 300 рублей банк. Чтобы не позабыть, у меня к тебе просьба. Какая? Так как и прежде, что исполнил. Что? Честное слово. Честное слово? Нет, не слово, а честное слово. Честное слово. Вот какая просьба. Послушай, Ноздрев, у тебя, я тебе много есть умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии. Ну, да, ну есть, а что? Переведи их на меня, на мое имя. Ну, а что? Ну, мне нужно. Зачем? Ну, мне нужно для того, чтобы, ну, одним словом, нужно. Ну, Вер, что такое затеял? Ну, что из такого пустяка можно затеять? Так, а зачем они тебе? Ну, мне нужно... Какая любопытная, ну, просто так, пришла фантазия. Ну, а что? До тех пор, пока не скажешь, зачем они тебе нужны, я ничего не сделаю. Эй, душа моя, вот нечестно с твоей стороны. Слово дал. Ха-ха-ха, что слово? Фух, слово. Нет, нет, слово дал тебе, ну, по пятной дворе. Да, ты там как себе хочешь? А я не сделаю. И до тех пор, пока не скажешь, зачем они тебе нужны. Ты знаешь, Настерев, мертвые души мне нужны для приобретения веса в обществе. Врешь? Ну, нет. Врешь? Ну, почему? Я, я... Ну, подожди, я скажу. Я тебе скажу точнение. Ты знаешь, Настерев? Я задумал жениться. Врешь. Врешь, врешь. Я, я задумал жениться, но отец и мать, невеста, это, это прям амбициозный люк. Если... Ну, я... Врешь, врешь, врешь. Врешь. Ну, это обидно даже, почему я непременно могу. Ну, ведь я же тебя знаю. Ведь ты же большой мошенник. Я не с чем, чтобы тебя обидеть. Это я по-дружески говорю. Если бы я был твоим начальником, я бы давным-давно тебя повесил. Если ты хочешь щеклять подобными, подобными речами, поможешь отправляться в казарм. Не хочешь подарить? Ну, так продай. Я тебе за них денег дам. Да ведь ты подлец дорого не дашь. Да, ты тоже хорош. Что они у тебя, бриллиантовые, что ли? Чтобы доказать тебе, что я не какой-нибудь колдырник, я не возьму с тебя ничего. Ах, душа моя. Душа моя. Купишь у меня жеребца розовой шерсти. Я тебе отдам их всех придачу. Понял. А на что мне жеребец? Так это на что? Я за него заплатил 10 тысяч, а тебе отдаю его за 4. Не нужен мне жеребец, Бог. Так, купи у меня каур и кобылу. И кобыла не надо. За кобылу и за этого жеребца розовой шерсти я с тебя возьму только 3 тысячи. Нет, благодарю за расположение, но лошади мне не нужны. Так, накупи у меня собак. Я тебе продам такую суку, просто мороз по коже подирает. Брудастая сука и с усами. А, милый, зачем мне сука с усами? Вот синок. Краденый. И за самого себя не отдавал хозяев. Я ему сулил кауру и кобылу, которые помню, что мы с тобой вместе выменили у Хвастырева. Парфирий! Ты что же это однако не сделал, того, что я тебе приказал? Ты же не подумал его вычесать? Нет, я его вычесал. А отчего же у него блоки? Не могу знать. Должно брички по новой лизании. Ну, Леша, не воображал я же чесать. Дурак, я думаю, еще своих напустил. Чичиков, ну, посмотри, какие блоки. Уши, а нос, нос какой холодный. Настоящий мордаш. И рыбочупай, и рыбочупай рукой. Да, 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 добрый, добрый породый этот. Парфирий! Убери его! Не хочешь собак? Купи у меня шарманку. Самому, как честный человек, обошлась полторы тысячи рублей. Тебе отдаю за девятьсот. Мальбрут походь собрался, Мирантон, Мирантен, Мирантене, Дорогой он, Мирантене, 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 Мирантене. О, какая шарманка. О, какая. Слушай, не хочешь на деньги не надо. Давай меняться. Я тебе дам шарманку, все мертвые души и триста рублей придачу, а ты мне свою бричку и триста рублей обратно. Пожалуйста. А я в чем поеду? А я тебе дам другую бричку, только я чуть-чуть подкрасив, и будет чудо-бричка. Что же я, дурак? Да посуди сам, зачем я буду приобретать вещь решительно для меня не нужны. Я очень хорошо знаю. Ух ты, рак, альяк. Послушай, хочешь, виднём банчики, я поставлю сразу всех умерших на карты, господи своими прижениями. И шарманку тоже. Эка и счастье, эка и счастье. Так и колоть, так и колоть. Так ты не хочешь играть в карты. Ты... Деревянь же ты. Варфирий! Води, ступай, скажи конюху, чтобы он не давал овсала садям его. Пусть их едят одно сено. Трифан! Подавай! Постой, стой! Послушай, сыграем с тобой в шашли. Это ж лекарно, где действительно одно журнство и обман. А ведь тут всё в искусстве. Ну, изволь, изволь. В шашки я с тобой, пожалуй, сыграю. Души идут в 100 рублях. Достаточно, если они пойдут в 50. 100 рублей, 100 рублей, 100 рублей. Нет. Ну, изволь. Изволь, 100 рублей. Изволь, 100 рублей. Изволь, вперёд! Какой, кстати, я сам плохо играю в шашке. Да, знаю вас, как вы играете плохо в шашке. Да, в ней-ка неправа. И вот, и шашка. И шашка. Изволь. Изволь, 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 изволь. Да, отцепи назад. Кого? Изволь, шашку. Какую? Изволь. Изволь, другая. Какая другая? Нет, стой, положить. Нет, никакой возможности играть в шашки. Это к ней ходит подвес, шашки вдруг. А что подвес шашки вдруг? А это приедет, что изволь, я могу её уронить? Да нет, нет, это моя. А вот эта, пробралась вдов? Вот эта в тиранции. Вот твою голову, не снис. Нет, ты только что пристроил её место вот где. Да, Шашки, на её мест. Нет, её мест. Нет, её мест вобъект. Ее место в воде. Ее место в воде. А там уже еще и сочинитель. Нет, это ты сочинитель, да только неудачно. За кого же ты меня почитаешь? Неужели ты думаешь, что я стану с тобой плутовать? Я тебя ни за кого не почитаю, но только с этой поры играть с тобой в шашки я больше никогда не буду. Ты не можешь отказаться. Играй начать, партию надо закончить. А чего ж ты смешал с шашки? Я все ходы запомнил. Я не буду играть. Значит, ты отказываешься играть со мной в шашки? А если бы ты играл как прилично честному человеку? Но теперь помогу. Сейчас я тебя буду бить. Порфирий! Павлушка! Эй, Тивор! Эй, Тивор! Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев? Что вам угодно? По какому делу? По делу о нанесении помещику Максимову личной обиды розгами. В пьяном виде. Вы врете. Я и в глаза не видал помещика Максимова. Милостивый государь! Я офицер! Позвольте! Я позволю! Я позволю! Я вам покажу Максимова! Максимова! Шалкую! Просвещение, просвещение! А это просвещение... Фук! Сказал бы другое слово. О том, что за столом неприлично. У меня... У меня не так. У меня когда свинья... Всю свинью подавай на стол. Баранина! Всего барана так тащи. Я съем лучше двух блюд. И съем в меру, как душа требует. У меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина. Восемьсот душ имеет, а живет и обедает хуже мого пастуха. А кто это такой Плюшкин? Мошенник. Всех людей переморил голодом. Как муки мрут. Неужели как муки? Пожалуйста, спрячусь. Как далеко живет он от вас? В пяти верстах. Я вам даже не советую знать дороги к этой собаке. Почему? Извините, сходить в какое-нибудь... ...непристойное место, чем к нему. Я хотел не для каких-либо, а потому только что интересуюсь познанием всякого рода места. Кстати, я хотел поговорить с вами. Угу. Прошу. Древняя римская монархия, уважаемый Михаил Семенович, не была столь велика, как русское государство. И иностранцы весьма справедливо его удивляются. Но, по существующим положениям Российской империи, ревизские души, окончившие свое жизненное поприще, числятся до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми. При всей справедливости данной меры, и она является отчасти тягостной для многих владельцев, обязывая их платить подать и как бы за живой предмет. Чувствуя уважение к вам личное, готов бы я даже принять на себя эту тяжелую обязанность. Вам нужно мертвых душ. Не существующих, Михаил Семенович. Извольте, готов продать вам. А позвольте узнать, какова же будет ваша цена. Хотя это такой предмет, что оценивать даже странно, как я. И чтобы не запрашивать с вас лишнего, по 100 рублей за штуку. По 100? Да. А что, разве это для вас дорого? Ну, какая была бы, однако же, ваша цена? Моя цена? Да. Нет, просто мы не понимаем друг друга. Ну, по 8 гривен за душу, самая красная цена. Эх, куда хватили? По 8 гривенок. Сейчас мне лапки продают. Согласитесь, ведь это тоже и не люди. Да чего вы скупитесь? Ведь другой мошенник обманет вас. Продаст вам дрянь, а не душу. А у меня все на подбор, как ядреный орех. Не мастеровой, так иной. Какой-нибудь эдакой, эдакой здоровый мужик. Да вот вы, вы извольте, сами, сами расснуть. Позвольте, Михаил. Каретник Михеев. Сам обобьет, сам и лаком покроется. Позвольте. Вы позвольте. Ой, милый Ушкин, а, этот кирпичник. Мог поставить печь в каком угодно доме. А Максим Телятников сапожник. Что шилом кольнет, то и сапоги. Что сапоги, то и спасибо. И ходьба в рот хмельного. Что позвольте, что позвольте. Еремей Ширкоплюхин в Москве торговал. Одного оброку приносил. Гляди, пятьсот рублей. Позвольте, Михаил Семенович, ведь это народ-то мертвый. Ну да, мертвый. Ах, да. Мертвый, да. А что из тех людей, которые теперь числятся живущими? Что из них-то? Разве это люди? Это мухи, а не люди. Однако они существуют, а это мечта. Ну, нет, не мечта. Я вам доложу, какого был Михеев, такого мужика вы нигде не сыщете. Тоже нашли мечту. Нет, нет, нет. Больше двух рублей я дать не могу. Ну, извольте, извольте. Чтоб не претендовали, что запрашивают дорого, 75 рублей. Право для знакомства. Мне странно, право. Ведь предмет-то просто фу-фу. Чего он стоит? Кому он нужен? Фу-фу? Так вы же покупаете, стало быть, нужен. Два рублика. Заладила, Сорока Якова, два рублика, два рублика. Торгуйтесь, торгуйтесь. Давайте настоящую цену. Ну, извольте. По полтинки прибавлю. Я говорю последнее слово. Пятьдесят рублей. В другом месте я их нипочем возьму. Да. Ну, знаете ли, такого рода покупки. Да расскажи я. А что такое? А что такое? Я покупаю не для какой-либо надобности, а просто так. По наклонности собственных мыслей. Вот я про наклонности-то говорю. Ну, так вас с полтиной не хотите. Нет. Ну, прощайте, Михалыч. Прощайте. Ну, давайте, давайте. Давайте по тридцати и берите их себе. Нет, Михалыч, я просто напрасно теряю время. Вы не хотите продавать. Павел Владимирович, ну, позвольте, позвольте. Такого хорошего народу дешевле нигде не купите. Честь с ней кланя. Ну, Павел. Ну, позвольте, позвольте, позвольте. 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 Ой, больно, больно, но ничего. Михалыч, ничего, посидите. Ничего, посидите, посидите и отдамите. Я вам сейчас скажу одно приятное слово. Угол хотите? То есть, если 25 рублей есть, даже четверть угла не дам. Копейки не прибавлю. У вас душа человеческая, словно паренная репа. Ну, хоть по три рубля дайте. Не могу. Ну, нечего с вами делать, извольте. Убыток. Убыток? Ну, уж нрав такой собачий. Не могу не сделать приятного ближнему. Давайте же задаточек. К чему же вам задаточек? Ну, так вводим. Я просто не приготовился, не захватил с собой денег. Нет. Нет. Ах, вот 10 рублей. Давайте, по крайней мере, хоть 50. Нет. 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 Ах, вот 15. 15 рублей. Итого 25 рублей. Напишите расписку. А зачем же вам расписку? Ну, не ровен, час, мало что может случиться. Ну, давай деньги. Ну, конечно, деньги у меня в руках. Как только пишите расписку, сразу получите. Как же я буду писать расписку, я денег не вижу. Ну, вот они. Ух. 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 Бумажка старенькая. Ну, ничего. Женского поля не хотите? Недорого бы взял. По рублику за штучку. Нет, благодарю вас. В женском поле не нуждается. Не нуждается? Не нуждается. На вкусы нет закона, кто любит папа, а кто эту? Попадью, говорит пословица. Что из семьи кладите? Михаил Владимирович, я только хотел бы попросить вас, чтобы эта сделка осталась между нами. Ну, само собой разумеется. Честь, Михаил Владимирович. Благодарю, что посетили. Прощайте, Михаил Владимирович. Прощайте. Мошенник. Мошенник. Ну, что ж, матушка, барин-то у себя, что ли? Здесь, хозяин. Где ж? Да что вы, матушка, слепы-то, что ли? Эх, ва, а ведь хозяин-то я, наслышавшись об экономии и редком управлении имениями, почел за непременный долг лично засвидетельствовать вам в свое почтение. Поконич, прошу садиться. Поконич. Я давненько не вижу гостей, да. Да и, признаться, сказать, в них мало вижу проку. Завели бы неприличные обычаи ездить друг к другу, а в хозяйство упущение, да и лошадей их ценам кормить. Того и гляди на старости лет, пойдешь по миру. А мне вот однако сказывали, что у вас более тысячи душ. А кто это сказывал? Вы, бабочки, наплевали в глазу тому, который сказывал. Последние три года проклятая горячка вымолела у меня здоровенный куш мужиков. Нет, правда, и много вымолела? До ста двадцати наберешься. Целых сто двадцать? Да я стар, бабочки, что был гаджа. Седьмых десяток живу. Я соболезный, боченьший, соболезную. Да соболезнование-то в карман не положишь. Соболезную и тут же являю готовность платить подать за всех ваших умерших крестьян такими несчастными случаями. А что, бабочки, что это вам самим поди в убыток? Готов поди на убыток. Потому вижу, как почтенный, добрый старик терпит по причине своего добродушия. А, дай богу, так. Дай богу, правда, бабочки, все добродушие. Вот видите, я вмиг постигнул ваш характер. А позади спросите, но так, чтобы не рассердить вас, вы деньги будете выдавать мне или в казну? А мы вот как сделаем. Мы совершим на них купчую крепость. Как бы они были живы и как бы вы их мне продали. Батюшка, эти купчие крепости, это поди все, и сдержки. Из уважения к вам я даже и сдержки по купчей приму на свой счет. Ах ты, господи, батюшка, утешили стариката. Дай бог, батюшка, вам всяческих утешений, батюшка, и вам, и деткам вашим, и деткам вашим, батюшка. Прошка! Прошка! Вот, батюшка, посмотрите-то, какая воровская рожа-то. Поставь самовар. Да на вот ключ, да отдай мамре, чтобы пошла в кладовую. Там на полке есть сухарь из кулича, который Александра Степановна привезла три года тому назад. Да сухарь-то сверху чай поиспортился, так пусть соскоблит его ножом. Да и крох не бросает, а снесет в курятник. А не дурно бы совершить купчу-то поскорее, а то ведь человек сегодня-то жив, а завтра и бог весь. Да хоть сию минуту вы сделайте подробный реестр их всех поименно. Ну и потом для совершения купчей квексти вам необходимо будет самому проехать в город. Что вы хотите, как в город? А дом-то как оставить? У меня ведь народ или вор, или мошенник, ведь венец так и берут, что и кафтан-то не на чем будет повесить. Так, может быть, имеете в городе какого-нибудь родственника или знакомого? Какие знакомые? Самые знакомые или перемерли, или раззнакомились. Какие знакомые? Есть, председатель. Иван Григорьевич, езжал в старые годы, однокорытниками были, по заварам вместе лазили. Уж не к нему ли написать? К нему и написать. Батюшка, лежала тут на столе четверка чистой бумаги, а я не знаю, куда запропасти ее. Люди у меня такие негодные. Батюшка, не извольте. Батюшка, не знаю, какого-нибудь вашего приятеля, которому понадобились бы беглые души? А у вас и беглые есть. Есть. И много числов. Десятка-то семей наберется? Нет. Батюшка, у меня что-то год-то бегает, народ-то от праздности завел привычку-то трескать. А у меня и самого-то есть нечего. Нет, нет, такого приятеля нет. Но если вы так стиснуты, то я мог бы дать вам за них... Ну, это такие пустяки, что об этом говорить не стоит. Батюшка, а сколько бы вы дали? Ну, от 25 копеек на душу дал бы. И как покупаете, на чистые? Сейчас деньги. А уж ради нищеты моей по 40 копеечек дали бы. Ой, батья Сенюш, и не только по 40 копеек. 500 рублей дал бы, но состояния нет. Ну, извольте, я вам по 5 копеек накину. Ну, хоть по 2 копеечек-то еще пристегните. По 2 копеечки. Ну, по 2 копеечки, извольте, пристегните. Ну, а тут у вас их 70. Да, это 78. Как 70? А, да, 78. В умеет от 24 рублей 96 копеек. Напишите расписку. И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек, мог так измениться. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество. Забирайте с собою все человеческие движения. Не оставляйте их на дороге, не подымите потом. Честь смей к вам. Батюшка, 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 да уж не ехать собираетесь. Да, да, мне пора. А, кельку? О, нет, по кону благодарю. Пил уж и ел. Ах, вон, как пили уж и ели. А, как, не, брошка, не надо самовару. Батюшка, пили уж и ели. Ладно, славит вас Бог. Честь смей к вам. Тот хорошего общества человек, хоть где узнаешь, он не ест, а сшит. Эва, Эва, 400 душ без малого. Эх, ты такой-сякой комаринский мужик. Та-та-там, 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 там-там. А ведь совсем недавно. Здесь мы вернемся немного назад, в прошлое нашего героя, чтобы рассказать, как пришла ему в голову мысль о мертвых душах. Вернемся на минуту в то время, когда он был только жалким ходатаем по делам в Санкт-Петербурге. Господин секретарь, как? Опять вы? Я же объяснил вам добрейше, что я ничего не могу для вас сделать. Имение вашего доверителя расстроено в последней степени, а вы хотите заложить его по 200 рублей на душу. Смешно. Зачем же быть так строго, почтеннейший? Имение расстроено неурожаями, плутом приказчика. Изволь не обранились. Да ведь я не один. В Совете-то есть и другие. Другие тоже не будут в обиде. Я это дело знаю, сам служил. Хорошо. Подавайте бумаги. Только вот какое, между прочим, обстоятельство. Половина крестьян в этом имении вымерла. Так, чтобы не было потом каких-нибудь привязок. А что эти умершие по ревистской сказке числятся как живые? Числятся как живые. Ну так чего же вы оробели? А? Один умер, другой родится. Все в дело годится. Раз по ревистской сказке числятся как живые, стало быть, живые. А? Чего? Чего? Ну то-то. Подавайте бумаги-то. Ах, я, какие простота. Ах, я. Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревистских сказок, приобрети их, положим, тысячу, да заложи. В опекунском совете по двести рублей. На душу, вот душа. Двести тысяч капиталу. Миллионщик! Миллионщик! Любеснейший Павел Иванович. Дайте обнять Павел Иванович. Ваше происходищество? Стало быть, приобрели, Павел Иванович? Приобрел. Ваше происходищество приобрел. Благое дело. Благое дело. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так вот вы как, Павел Иванович. Павел Иванович, вы не знакомы еще с моей дочерью. Институтка только что выпущена. Почту за особую честь, Ваше господин. Я уже имел удовольствие однажды. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. Ах! 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 А почем купили душу Плюшкина? Кушанье готово! Павел Иванович, позвольте узнать, как же вы покупаете крестьян без земли? Разве на вывод? На вывод. А в какие места? В Херсонскую губернию. Там отличные земли. И рослой травы, ваше превосходительство. А земли? Земли в достаточном количестве? В достаточном. Ровно столько, сколько нужно для купольных крестьян. А река? Река. И пруд? И пруд. А, Иван Иванович, а что же вы не скажете Ивану Григорьевичу, что именно вы приобрели? Такой товар, просто золото. Ведь я им продал каретник Михеева. Нет, вот и Михеева продали. Славный мастер, он мне дрожки переделывал. Да, но позвольте, вы ведь сказывали, что он умер. Да, это, Михеев умер. Это братьев умер. А он приживеханник и стал здоровей прежнего. Да, будто один Михеев. А пробка Степан Плотник, Еремей Заркоплёхин, Максим Телятников. Все там. Все это очень хорошо, ваше происходительство. Только вот не вор ли и пьяница мужик Павла Ивановича. Что вы, напротив, отменно тихий народ. Это тихий народ, тихий. И запьются мужики Павла Ивановича в Херсонской губернии. И бунт устроят. Кто? Михеев и запьется. Голову готовы положить, что Михеев не запьется. И бунт он, сука, не устроит. Его происходительство изволят говорить. Сыра, позвольте мне. Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Так, так, я согласен. Мужики Павла Ивановича пьянят. Но нужно принять во внимание, что тут-то и заключена мораль. Тут-то и есть мораль. Земли вот в этой, как ее? В Херсонской губернии. А? В Херсонской губернии. Да. Земли в Херсонской губернии точно хороши и плодородные. И вот мужики Павла Ивановича теперь пьяницы. А переселившись на новую землю, могут стать отличными подданными. Немало тому примеров просто в мире, ну и по истории тоже. А Луанчу предстоит священная обязанность сделать среди своих христиан нет права рода отцом и внести благодетельное просвещение. Здоровье нового херсонского помещика. Ура! За здоровье будущей жених. Херсонского помещика. А? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, я опоздал. Да что ты? Здравствуйте, не сломайся, я опоздал. Папа, папа, херсонский бомбейщик, херсонский бомбейщик. Ну что, много ли торговал мертвых? Вас превосходительство, наверное, не знаете, что Чичиков торгует мертвыми душами. Приезжаешь сюда, мне говорят, накупил на 3 миллиона крестьян на вывод. Каким же нам вывод, когда он у меня торговал мертвых? Послушай, Чичиков, ты скотина. Ей-богу, вот его происходительство тоже здесь. Не правда ли, прокурор? Послушай, Чичиков, я не отойду от тебя, пока не знаю, зачем ты покупал мертвые души. Послушай, Чичиков, ты же сам знаешь, что у тебя нет лучшего друга, чем я. Не правда ли, прокурор? Да-да-да. Послушай, Чичиков, у тебя же нет лучшего друга, чем я. Чичиков, все мы здесь, твои друзья. Не правда ли, полицмейстер? Я бы тебя повесил. Ты, Богу, папа, вот его привосходительство тоже здесь. Вы не поверите, ваше привосходительство, как мы друг к другу привязаны. То есть, если бы вы меня спросили, нас дрем, скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков. Я скажу, Чичиков, позволь, душа моя, я влеплю тебе один безе, одну безешку напечатлею на белоснежной щечке твоей. Что за безобразие? Какая прелесть, а? Вывезти его сейчас же вон. И взять им межу его тоже. Вывезти меня вон. И взять им межу его тоже. Кошечка! Кофе-клана! Сюда, сюда! Распустили слухи, что он хороший, а он совсем нехороший. Послушайте, что я вам открою. Совсем нехороший. И нос у него самый неприятный нос. Послушайте, что я вам расскажу. Это же история, понимаете? История Сканателли Стуар. Ну, ну. Пообразите себе, приезжает ко мне сегодня Протопопша. Протопопша, а та Кирилла жена. Ай, что бы вы думали, а? Наш-то смиренник, а? Приезжий-то наш каков, а? Как? Неужели он и Протопопша строил куры? А ну, Григорьевна, пусть бы еще куры. Это еще... Ладно. Послушайте, что мне рассказала Протопопша. Приезжает к ней, помечется коробочка, бледная, как смерть. И рассказывает. Ой, как она? Рассказывает. Послушайте, это совершенный роман. Представьте себе, в глухую полночь, когда в доме все спало, раздается штука. Ужаснейший! Какой только можно себе представить! Кричат! Отворите! Отворите! Не то будут выломаны ворота! Да что, разве коробочка молода и хороша собой? Ничуть, старуха! Велести! Так он за старуху принялся. Он ее изнасильничать хотел? Да нет же, Анна Григорьевна. Ну, совсем, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите! Является вооруженной с ног до головы, вроде Ринальда, Ринальдина. И говорит, продайте, говорит, мне души, которые умерли. Коробочка, говорит, очень резонная. Я не могу их продать, потому что они же ведь мертвые. Нет, говорит, не мертвые! Это мое дело знать, мертвые они или нет. А мертвые, не мертвые, не мертвые, не мертвые, кричит. Словом, скандальоза наделала ужасного. Вся деревня сбежалась. Ребенки плачут, все, кричит. Никто ничего не понимает. Словом, орр, орр, орр. Это, однако же, странно. Чтобы это такое могли значить эти мертвые души. Воля ваша, здесь скрывается что-то другое. А что же, по-вашему, здесь скрывается? Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души. Мертвые души... Что? Мертвые души. Говорите, ради бога. Это просто выдумано для прикрытия. А дело вот в чем. Он хочет увезти губернаторскую дочку. Боже мой, Анна Григорьевна! Это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего наконец достигла безнравственность. Это странно. Чище, как человек заезжий. И может быть, чтоб кто-нибудь не помогал ему. А наздрёв. Неужели наздрёв? Анна Григорьевна, какие интересные новости, я с вас узнаю. Но я еду, я еду. Я еду. Куда? Вице-губернатор. Я с вами. Барашка! И обе дамы отправились бунтовать город. С небольшим в полчаса всё пришло в брожение. Один Чичиков ничего обо всём этом не знал совершенно. Как нарочно он получил лёгкую простуду и сидел дома. Ноздрёв, придёт? Придёт. Воля, ваши господа. Но это дело надо как-нибудь кончить. Ведь это что в городе происходит? Одни говорят, что он делает фальшивые бумажки. Другие. И, наконец, страшно даже сказать. Говорят, что Чичиков Наполеон. Господи. Я думаю, надо задержать его как подозрительного человека. А если он нас задержит как подозрительных? Как так? А может, он с тайными поручениями? Мёртвые души будто купить. А может быть, это разыскание обо всех тех умерших, о которых нами было подано. Умерли от неизвестных случаев. Господи. Зачем потревожили моё уединение? Взять и не надо. Взять и не надо. А где губернские власти? Там и закуска. Да. Ну, будь здоров, прокурор. Управляйте спецвейство. Да. Будь здоров. Будь здоров. Что там? Что там? А где карты? Карты? Карты потом. О, карты потом. Скажи, пожалуйста, что за притча в самом деле эти мёртвые души? Верно ли, что Чичиков скупал мёртвых? Верно. Логики же нет никакой. Сержаль никакой. К какому делу можно приткнуть мёртвых? Он их убил на несколько тысяч. Я сам сколько им брал? У-у-у! Раз сам я и не карты. А зачем сюда вмешалась губернаторская дочка? А он подарить ей их хотел. Мёртвых? Мёртвых. А не старается ли он что-нибудь разведать? Старается. Не шпион ли, Чичиков? Шпион. Ещё в школе. Ведь я с ним вместе учился. Мы ещё тогда называли фискалом. О, мы его за этот раз так поизменяли, что ему к одним вискам пришлось поставить двести сорок пьярок. Двести сорок? Сорок. А не делает ли он фальшивых бумажек? Дело есть. Точно ли, что Чичиков имел намерение увезти губернаторскую дочку? Ха! Да я сам помогал ему в этом деле. Команьятка не вышла в ничего. А где же было положено венчание? В деревню? В какой? Тракмачёвка. Попа Одессыдов. Замещает семьдесят пять рублей. Дорого. Вам всё дорого. И то бы он не согласился, если я его как следует не припугунул. Перевечай, говорю, лобайзика Михайлову на собственной куме. Он их испугает. Я ему и переменной лошади своей уступил, и коляску мою. Да кому? Кому ему? Лобайзику или Попу? Лобайзику и Попу. Попу и Лобайзику, Лобайзику и Попу. Чичикову? Страшно даже сказать, но по городу-то разнеслись слухи, будто бы Чичиков Наполеон. Наполеон. Наполеон? Без сомнения. А как же он? Приодетый. Ну, ты, кажется, начал пулилить. Начал пулилить, да. Стоит! Кто? Англичанин. Выпустили его англичане, собственно, святые Елены. Вот он и пробирается к себе в Россию. Будда бы он Чичиков, а на самом деле он вовсе не Чичиков. А он? Вот он кто. Черт знает, что такое. А ведь Чичиков-то сдает на портрет Наполеона. Пренеприятные происшествия, господа. Казенные крестьяне, сельцевшие здесь, соединившись с таковыми же крестьянами сельца Боровки, снесли с лица земли земскую полицию в лице заседателя некоего Дробяшкина. А что? Я вам говорил? А чего я сдрепил? Подумаешь, сполтнул ноздрёв. Все это вздор и глупое слово ничего не значит. Главное дело уже сделано как следует. Черт бы подрал Ноздревой и мать Ноздревой. И пусть бы твеснул Ноздрев. Вот говорит пословица, для друга семь верст не околится. Прохожу мимо, думаю, дай себе, зайду. Прикажи-ка набить на трубку. Я не курю. Пустой, будто я тебя не знаю, что ты куряка. Наметность председателем. Орда. Может, не все против тебя? Все думают, что ты делаешь фальшивые бумажки. Я делаю фальшивые бумажки. Они, че-то их, знаете, сошли с ума от страха. Нарядили тебя в разбойники и в шпионы. А прокурор, прокурор, с испугу помер. Сегодня погребенье. А где ты, однако, с Читикой рискованный дел затеял? Что? Какое рискованный дел? Да увезти губернаторскую дочку. Впрочем, я ничего не нахожу в ней хорошего. А есть одна родственница Бегусова. Сестры его дочь. Можно сказать, чудо-калинкор. Что ты путаешь? Как увезти губернаторскую дочку? Что ты? Постой, брат. Экай скрытный человек. Я признаюсь, к тебе с кем он пришел. Из воли я готов тебе помогать. Уж так и быть, подержу тебе венец. Но только с уговором ты должен дать мне тысячи. Тьфу, взаймы. Ну, жми, брат. Хоть зарежь. Катрушка, Катрушка, кайди его. Вон! Я готов вон. Я, черт не знаю, никак не могу сердиться. Но я бы тебя повесил, как друг, говорю, повесил. Мой врук в покой собрался. Милодом, 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 милодом. Здоровый волк, милодом. Селефан! Давай, пришку. Едем. Слушаюсь, Павел. Иди, запрягай. Слушаюсь, Павел. А чего стоишь? Да ведь, Павел Иванович, надо будет лошадей ковать. Что? И колесо тоже. Шину надо будет совсем перетянуть, потому что дорога ухабистая. Шибень пошел такой. Ах, подлец. Ты что, убить меня собрался? Зарезать меня хочешь, а? Разбойник. Стравшилищ Морской, чушка проклятая. Три недели сидим на том месте, и хоть бы изыскнулся без пута, а теперь последнему часу все и пригнал. Ты же знал прежде. Отвечай. Знал? Знал. Что ж ты не сказал? Не сказал. Пойди, чтобы вы два часа все было сделано. А если не будете, я тебе, еще тебе, еще тебе, в рот согну и узлом завяжу. Покривил. Покривил, не спорю. Но покривил. Увидишь, что прямой дорогой не возьмешь, и что косой больше напрямит. Но ведь я и заощрялся. Я разве разбойник, от меня пострадал кто-нибудь? Сделал я несчастным человека? А эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи и из казны небогатых грабят, последнюю копейку отнимают у того, у кого ничего нет. Столько трудов, столько железного терпения и такой удар. За что? За что такая судьба? Вот уже и шлагбаум, и город позади, и умерший прокурор, и другие все мертвые души. И опять в дороге, опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, поля неоглядные по ту сторону и по другую. Русь, Русь, вижу тебя из моего чудного прекрасного далека тебя вижу. Бедно, разбросано и неприютно в тебе. Ничто не обольстит, не очарует взора, но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе. Что пророчит сей необъятный простор Русь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова